Я хочу сегодня вам рассказать о том, что такое стратегия и что такое конкурентная стратегия. Это очень важная штука, в принципе нигде в российских вузах эту тему практически не поднимают. Но сначала о том, что такое вообще вот жизнь стартапера. Если вы заметили, то количество живых проектов и мертвых проектов, даже я не все логотики собрал, всегда почему-то в пользу мертвых больше. То есть выживают довольно немного проектов и то же самое будет и у вас. То есть из 10 проектов, дай бог, если 2-3 будут жизнеспособны, и дай бог, если 1 будет реально приносить деньги, достаточно для того, чтобы купить квартиру в Флориде, ну или там на берегу Солигера, либо еще и так далее. Статистика всегда против вас. Вот. И количество факторов, которые вы не можете учесть, ну против нас всех. Количество факторов, которых мы не можем учесть, на которые мы можем влиять всегда больше, чем количество факторов, которые мы учли, просчитали и на которые нам подвластны. Это надо иметь в виду, создавая любой проект, просто для того, чтобы быть трезвым, трезво относиться к своему риску. Вот. Пропаганда, значит, говорит нам об обратном. Любой бизнес-инкубатор, любые статьи про инновации, модернизации, венчурный капитализм и так далее, и тому подобное, все сводятся к тому, что вот посмотрите, какой замечательный мальчик Вася, да, он там слепил на калинке сервис за два дня, а теперь он мультимиллионер. Твиттер. Вот. Ну да, твиттер или чат-рулет или что-то еще. Но на самом деле на одного такого же мальчика Васю, да, существует 200 мальчиков, Петей, Колей, девочек и так далее, которые в принципе сделали такую же по трудоемкости работу, а сделали такой же, в общем-то, по сложности, оригинальности проект, но у них все равно ничего не получилось. Потому что для успешного проекта недостаточно что-то сделать. Нужно, чтобы это сделать вовремя, чтобы такая была ниша на рынке, чтобы этот проект был в чем-то уникален, и чтобы вам еще повезло. Фактор везения тоже очень важен. Есть очень много хороших проектов, которые могли бы жить, но им не повезло. Есть некоторое количество плохих проектов, которые вообще не должны существовать, но им повезло. В софтверном мире, я думаю, вы знаете много примеров. Поэтому, грубо говоря, история успеха сбивает вам с толку, да, гораздо полезнее, в общем-то, слушать истории неуспеха. Так вот, что такое вообще внешняя среда для любой компании, стартапа, да, для любой технологии, для любого продукта, который его окружает? Это вот как раз вот та среда, которая создает как возможности, так и риски. Возможности могут помочь вам преуспеть, сделать вас богатым, например, крупный клиент, который, да, обеспечил вам первый заказ, а дальше же клиенты вошли сами, один к другим приводим. Это вот повезло, счастье. А риски – это, соответственно, конкурент, который пришел вас, да, тут же обнаружил вас, переманил всех сотрудников, скопировал технологию, убил клиентов и, в общем-то, ничего не осталось. Вообще вот эта вся среда вот состоит из этих внешних факторов. Что самое интересное, что большинство стартаперов, и молодых, и опытных, когда создают свои проекты, думают только о том, что, собственно, внутри проекта. То есть мы придумали такую технологию, она лучше всех остальных, да? У нас есть офигенная команда, у нас есть отличные идеи, у нас там есть то-то, 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 то-то. Мы думаем, все оточены на том, что внутри. Все оточены на почечной технологии и так далее. А реально, что успех определяет не то, что внутри, а то, что снаружи. До того момента, пока вы не начнете ориентироваться именно во внешнем мире, и уже снаружи смотреть на то, как вы выглядите со стороны, в принципе, никаких шансов, особых на успешность нет. Поэтому очень важный совет. Смотрите на свой проект со стороны, просите всех людей со стороны покритиковать вас, раскрыть вам глаза на то, как это выглядит и так далее. И смотрите вообще на внешний вид. Государство, причем в любом виде, да, начиная от налогов, заканчивая ОМОНом и макроэкономическими ситуациями, инфляцией, дефляцией, любое, грубо говоря, давление со стороны государства способно угробить любой стартап. Даже как в Адвусе. Начнется сейчас глобирующая инфляция, население резко обеднеет, да, скорость роста интернета прекратится, и многие технологии хорошие, которые могли бы выстрелить, просто не будут востребованы. Вот. Или там выйдет какой-нибудь закон, например, у меня есть один знакомый, который вложил 80 тысяч евро в разработку скандинавского аукциона, чтобы сделать лучший аукцион в России, да, и, соответственно, выбить всех конкурентов. Это довольно высокий ориентабельный бизнес. Он так выяснилось, что с принятием закона базартных игр под него подпал заодно и скандинавский аукцион. И этот бизнес оказался полностью нерентабельным. Он был очень счастлив, когда смог этот движок, которым обошелся 80 тысяч, продать каким-то арфином, или, не помню, кому-то за 5 тысяч евро. То есть потерял всего лишь год жизни, кучу своей работы, всего лишь 75 нанялось. Вот пример просто вмешательства государства. Мы же когда-то думаем о технологии, сидим в инкубаторе. Мы же не думаем о марш-экономике, государство тоже там в думе эти придумывает, да, и так далее. Им на вас наплевать, а вот вам на них не должно быть поплевать. Дальше поставщики. Тоже понятно, что если ваш бизнес зависит от поставщика, ну, например, если у вас есть какая-то технология, если мы говорим обойти, а да, она полностью завязана на Яндекс. А Яндекс возьмет и поменяет там алгоритм, свою политику, да, ну и что, и все. Наши технологии, ваш бизнес, как бы, тоже представляет, будет интересно. Владельцы, вы позвали какое-то количество инвесторов, все они там чем-то вложились, вот, вы нормально работаете, потом они все перессорились, вы уже не можете нормально работать, и, в общем-то, многие проекты это окончается именно из-за конфликта инвесторов в том месте, честно. Девушку не поделили. Или кто-то кому-то что-то не так сказал. Бизнес идет в фрак. Несколько успешных компаний, я знаю, которые абсолютно не вырвали. Покупатели. Ну, место администрации силовой уровня, это же отдельная государственная линия, рынок труда. Опять же, все прекрасно, но у вас есть некий такой волшебный специалист, который владеет неким очень редким языком программирования, на которых он у вас все написано. А потом у него там начинается другой этап жизненных отношений, он уезжает в Австралию, чтобы забыться или, там, не знаю, поменять свою жизнь и так далее. И вы ищете следующего специалиста такого же уровня, владеющего этим редким языком программирования. Оказывается, что сочетаний нет больше в этом городе. Либо человек такого же уровня, либо человек, владеющий этим языком программирования, но не одновременно. Либо он есть, но он не готов у вас работать на тех условиях, которые вы можете предложить. Таким образом, рынок труда тоже очень сильно влияет на компанию. Но самое главное, что влияет на внешнюю среду, это конкуренты. И сегодня я буду прежде всего говорить о том, как именно иметь конкурентную среду. Даже если вы думаете о том, что ваш проект вообще уникален, не имеет конкурентов сейчас в России, если он окажется жизнеспособным, конкуренты тут же обнаружатся. Вот тут же сразу же. Вот это вы запуститесь, будет первый только показатель того, что у вас он успешен. И тут же гораздо более сильные компании с гораздо большими ресурсами, деньгами, программистами тоже начнут припать вам конкуренты. Еще и будут учитывать ваш опыт, ваши ошибки и так далее. Поэтому конкуренты будут всегда. Если у вас конкурентов нет в какой-то долгосрочной перспективе, есть два варианта. Либо вы остались одним на земле, либо то, что вы делаете, никому не нужно. Тогда у вас не будет конкурентов. И то во втором варианте не всегда. Потому что они могут так же ошибаться, как и вы думаете, что это кому-то нужно. И то же сделать вам конкурирующий продукт. Тогда вы будете друг с другом конкурировать за никого. До с нулевого ряда. Но вообще, грубо говоря, у любого успешного проекта тут же появляются конкуренты и не один. Поэтому самое главное – это, собственно, конкурентная стратегия. Вот. Значит, когда вы создаете какой-то проект, есть огромное количество вопросов, на которые я хотел бы ответить заранее. Вопросов гораздо больше, чем нарисовано здесь, но это вопрос в основном риторическом. Очень часто мы создаем стартапы, в общем-то, с такой идеей. Ну вот идея, в принципе, хорошая, интуитивно понятная. Но что там дальше, как оно будет развиваться, я не знаю. Поэтому мы сейчас попробуем, а дальше уже как пойдет. Для многих айтишных вообще проектов это единственная возможная стратегия, ну потому что вы не знаешь, реально нет ни информации, ни статистики, ни аналитики. Но есть какие-то очень важные вопросы, типа вообще принять решение, идем мы на какой-то рынок, какой-то сервис, или все-таки стоп-машина, да? Лучше посчитать заранее, прикинуть все-таки пекаре, да, без какой объем рынка и так далее. Опять же, в айти очень много вариантов, когда мы можем одну и ту же технологию продавать и как товар, и как услугу. Ну вот мы, например, да, мы CMS, мы сейчас продаем наш продукт, нашу технологию, как товар, как коробочную, через данный софт. Потому что рынок покупки услуги за большие деньги еще не готов, моментально с рынка. А в Штатах, наоборот, обороты по САС, CMS, сильно превысили обороты по коробочным CMS, то есть другая ситуация рынка. Поэтому понятно, что если бы мы работали на рынке другой стороны, да, мы должны бы выбрать были ту же технологию, но при этом другую модель распространения. Опять же, там, на кого лучше ориентировать рекламу. Вот мы продаем и конечным потребителям наш продукт, то есть когда будущий владелец сайта, некая компания, там, или владелец интернет-магазина, покупает у нас движок. А дальше сам разрабатывает сайт, либо ищет разработчиков. И второй вариант, у нас есть, собственно, дистрибуция через партнерскую сеть. То есть есть 800 веб-студий, которые по всей стране рассредоточены, и которые у нас со скидкой покупают продукты, продают своим клиентам вместе с разработчиком сайта. Опять же, на ком сконцентрируется, на первых или на вторых, или на тех и на тех, но тогда разумеется. Ну и так далее, и тому подобное. Огромное количество вопросов. Ну и, наконец, вопрос, с кем мы будем конкурировать. У меня вот не получалось находить рынки, где было бы можно заработать денег, где при этом не было бы конкурентов. Поэтому всегда конкурентов, грубо говоря, приходится учитывать. И, собственно, большинство компаний, которые проекты, которые не пошли, мы были вынуждены их закрыть. В большинстве случаев были закрыты именно из-за неблагоприятной конкурентной среды. Ну, не считая историю компании Пабл, которая была закрыта из-за дефолта по государственным ценным бумагам в 98-м году. Когда бизнес состоялся, тоже, в принципе, вопросов количества не уменьшается. Дорастаешь ты до определенного размера, работает там у тебя несколько десятков человек, есть какие-то обороты там уже исчислениями миллионами. Но если ты дальше не продолжишь развиваться и расти, тебя очень быстро догонят и перебудут, да? И ты начнешь уменьшаться и возвращаться к исходному состоянию. Поэтому каждая компания, практически, если она не Газпром, она, в общем-то, задается вопросом о том, куда мы развиваемся дальше и так далее. А это значит, что она, в принципе, находится в том же самом состоянии стартапа. Просто она большая, она уже менее поворотливая, это плохо, но, с другой стороны, у нее уже довольно много накопленных ресурсов, больше, чем у стартапа, это хорошо. В любом случае, любая компания должна находиться в состоянии стартапа. Если уфлайновые бизнесы могут там какие-то инновационные изменения вносить, я не знаю, раз в десятилетие, да, то войти у нас все происходит на порядок быстрее. У нас год за 10. Поэтому любая удобная, успешная отечечная компания, она вообще выглядит так же, как стартапическая. Посмотрите на Яндекс, посмотрите на Apple, посмотрите на Google, в какой скорости они запускают новые проекты. Если бы они обросли жиром с этими доходами, да, обюрократились, как это делают офлайновые компании, они бы перестали быть Яндексом, Googleом, но я помню. То есть у нас более агрессивная среда, дающая нам меньше времени на изменения. Войти, я имею в виду, да, у нас чаще технологии меняются. То есть сегодня технологии передовой, а через два года она уже безумно устарела, уже появилась гораздо более актуальна. Это тоже заставляет у нас, в принципе, быть очень бодрыми и быстрыми. Ну вот, есть два вида, куда расти. Вертикальный, собственно, рост и горизонтальный рост. Вертикальный рост это когда вы скупаете вперед и назад, то есть скупаете, вот есть такой, понимаете, как производственная цепочка, да, производственный цикл. Вот вы покупаете назад, а значит, вы покупаете своих поставщиков, покупаете вперед, иначе вы покупаете своих покупателей. чем больше вы собрали эту цепочку тем больше маржа у вас в кармане остается потому что каждый из этих компаний зарабатывает какой-то свой кусочек прибыли от изначально сырья до конечного покупателя чем длиннее цепочка тем больше суммарно таким образом образуются полный например да и семья например есть софтверная компания до поставщики это кто у меня это хостер поставщики это производители оборудования либо дистрибьюторы оборудования и поставщики канала связи а покупатели у меня это веб-студия значит соответственно если я начинаю стратегию применять то я куплю назад хостера и провайдера вперед соответственно каких-то веб-студий и получается что у меня вся цепочка в общем-то под контролем то есть покупка например софтверной компании там хостингов и аренда дата-центра да это просто деньги перекладывающиеся из одного как кармана в другой внутри коктинга дальше там покупка этим дата-центром трафика и оборудование это соответственно еще один карман деньги приложить вот он такой путь способны вставать только компании в которых очень много денег на всех рынках войти в принципе сегодня есть полгода которые поэтому чаще всего мы видим горизонтальный рост это когда вы в чем-то крутые например там не на сел или сквозь технологии еще чего то вы начинаете покупать себе позволенных компаний для того чтобы не сожрать конкурента и автоматически забрать себе всех его сотрудников да и всех его клиентов но поскольку вы круче чем они раз вы можете купить они наоборот а значит что ваш стиль менеджмента ваш продукт ваш технологии лучше значит вы можете стиль перенести туда к ним и тогда они тоже вырастут да и ваши обороты удовольствием вот в студии так делают сегошные компании наши в рынке так двигают яндекс активно скупает всякие технологии укрепляет себя позволяет создавать новые сервисы но это сказать план на будущее приписи так про это говорить особо не будем значит давайте дадим определение стратегии о чем я сегодня говорю терреть мне это собственно определенная последовательность действия до до достижения определенной среды соответственно конкурентная стратегия это такое последовательность действий чтобы достичь цели выживание в условиях цельной и победы над также вот собственно перейдем подзовора конкурентной стратегии насчит автором юрии и стратегии является человек по имени майкл фортер вот первые теории формулировал восемьдесят пятом году даже с десятым году виде книжки которая называется компетент и стратегистой собственно есть конкурентная стратегия а он соответственно профессор города и после этого после этой книги город стал одной из ведущих бизнес-школ на самом деле во многом он городскую школу поднял вот на этот уровень до сих пор все крупнейшие консалтинговые проекты в области стратегии самые дорогие самые крутые заказывают именно в город он же здоров слава богу его большая своя консультантовая компания которая только стратегии всего него три книжки интересно с тем что с 80-го года книжку написал и по сей день никто более альтернативной теории не придумал поэтому до сих пор все студенты мбей всего мира начинают свое обучение именно с изучения стратегии бортера я в том числе начинал вот и соответственно поэтому я и вам это рассказываю потому что конкурентная конкурентная стратегия то чего начинать думать а потом уже уходить детали когда вы продумаете свой проект еще хочу сказать что вообще применение чтение этой книжки применение этой теории помогло мне всех компаниях которые сейчас живы здоровы в общем то я считаю что именно благодаря тому что мы правильно спозиционировались относительно конкурентов эти компании являются живыми здоровыми потому что иначе трудно себе представить как бы мы конкурировали с компанией 1с да на рынке cms когда они купили нашу крупнейшую конкурентную ну давид и голиад да если бы мы не были четко конкурентно сфокусированы относительно других производителей сей мы смогли не смогли так быстро расти выдержаться на этом рынке ну вот теория порта начинается того что есть такое понятие как жизненный цикл товара или услуги я думаю это вы давно уже знаете говорили банальность нет банальность а что-то особо долго рассказывать не буду кроме того что все обычно сосредоточены на том чтобы запускать стартапа вот здесь согласно вот потому что вот здесь как-то страшно и вообще еще и не пришло здесь уже как бы все стали об этом писать компания растет пресса уже об этом идет блогера обсуждают и так далее уже казалось бы да вот здесь надо запускать стартап вот здесь запускай стартап уже поздно вот это невероятное количество денег да чтобы тут на этой стадии спустите спешность карта стартапа но у нас россиян есть огромное преимущество все дело в том что мы очень отсталая страна и поэтому все что происходит войти у нас все уже где-то три-четыре года назад происходило более развитых стран это означает что на самом деле они находятся уже где-то вот здесь и мы смотрим что происходит здесь скорее всего в рунете нет никакого своего особого слоя нафильского пути поэтому все что происходит на западе в разных странах рано и поздно все что у нас да есть какой-то национальный конечно лари как раз и так далее но в основном так оно происходит поэтому просто тупо копируем то что там уже идет на фазе роста уже понятно что это выстрелит просто тупо копируем просто здесь если вы заметили большинство успешных российских стартапов ничего из себя оригинального не представляет являются просто тупо клонами гораздо реже появляются стартапы которые несут себе что-то такое реально уникальное в этом случае они достойны того чтобы уходить и на западные рынки и быть в том числе лидерами так но я не считаю ничего зазорного потому что создавать клоны на пустой рынок это значит приносить потребителям на этом рынке до возможность пользоваться удобствами и по пользе вот этого сервиса если мне было в контакте да не было вот у наших студентов не было бы фэйсбука фэйсбук фэйсбук вы не пришел сюда так быстро тем более что если не было контакта пришел в одноклассниках мучиться или вообще в интернет не выходить то что стимула не было короче говоря каждый успешный проект на самом деле дает какую-то ценность дает какую-то пользу иначе он не было бы успешно даже если он убивает ваше время да он все равно какую-то пользу нам дает иначе вы не пользуетесь поэтому приходя на пустые рынки с уже отработанные на других рынках идеи и создавая на этом бизнес и зарабатывая в этом ничего морального нет конечно хочется создать что-то уникальное вот рынок cms кстати в рунете достаточно уникальный не знаю стоит этим гордиться или не стоит но это факт то есть рынок cms в штатах развивается нет по-другому что называется у нас а вот скажем в веб-сервис это все практически то же самое вот это главное что можно вынести из теории главная фишка модели борта это то что он сформулировал вот эту конкурентную среду видеть 5 сил то есть конкуренция анализируется по 5 фактор первый фактор это конкуренция внутри отрасли интенсивность борьбы внутри отрасли внутри рынка вот вы вышли на создали какой-то проект до пытаетесь продавать товар или услугу значит вы на каком-то рынке уже существует да вот грубо говоря сила борьбы между вами ваших конкурентов на этом самом рынке да это первая сила вторая сила это риски связанные с приходом вероятностью прихода нового игрока на ваш рынок понятно что если вы уже вошли на этот рынок да то чем меньше потенциально придет новых игроков тем лучше для вас а если кто-то собираетесь войти на этот рынок то на вас дальше третья сила это риск появление товарозаменителей то есть который не является вашими прямыми конкурентами но способны себя и тянуть покупателей потому что предлагают альтернативный способ удовлетворение то же самое подряд четвертая сила это давление или власть поставщиков над вами и пятая сила соответственно власть покупателей над вами то есть насколько они способны диктовать вам свои условия понятно что каждая из этих пяти сил она как бы агрессивна по отношению к бизнесу и понятно что до какой-то степени агрессия по отношению к бизнесу только нас делает крепче да и жизнеспособнее но какое-то определенное грубо говоря давление выше какой-то грани она просто без углубит когда он не способен выжить подруг гриопортеровская модель позволяет проанализировать все эти силы расписать и понять для себя что вообще выжим ли мы в условиях такой конкурентной среды или нет потому что когда говорят на сайте рынок конкурентный ну такой не знаю достаточно конкурент нам тебя да не не конкурент нам не страшно вот это грубо говоря ни о чем да на основании таких оценок делать выводов никаких о том стоит заниматься проект нельзя когда вы делаете анализ по портеровской модели в принципе уже любой аналитик может сказать вот сюда никогда не суетесь на этот рынок она там может заработать собственно эти пять сил разберем вот у вас есть каждый проект кстати у вас уже идеи ваших проектов сформулированных принципе учителя все а у кого же собственно есть идея либо прототип либо уже проект 1 2 3 4 5 6 отлично 7 давайте вот тогда на на практике тех кого уже есть проект и попробуем провести конкурентный анализ вашего проекта вот если есть желающий то вызовется да тот получит от нас бесплатный анализ мы будем рассказывать сразу на примере есть желающих кто расскажет свой проект я понимаю что вы рискуете оказаться в ситуации что может по результатам анализа вашего проекта вам не стоит там заниматься давайте я окей тогда если сложно можете в двух-трех предложениях описать то чем вы занимаетесь а потом будем уже подробности так вот в трех предложениях ну главное вижу рекламный интернет биржа соплаты за звонки кто понял есть основные модели запеки за показы ну то есть не дико а не папа клик короче говоря давайте начнем с того что такое рекламная биржа в интернете биржа биржа есть рекламодатель есть вебмастер это владелец сайта рекламодатель это тот кто хочет что-то продать но скорее нам не биржа все-таки рекламная сеть у вас до рекламный оператор по тому же принципу как там устроены биганы и каванги и так далее да потому что все таки биржа это несколько другое это когда еще рекламодатель с рекламодателем будут будут торговаться по поводу цены на какой-то актив но в рунете сейчас не актуально потому что цена рекламных вернее количество рекламных размещений больше чем количество денег у рекламодателей которые готовы потратить да поэтому в принципе торговаться не на что мир биржа появляется при дефиците чего-либо как-то он запоказ ниже если ну это же не биржа это аукцион аукционный принцип огранили цены окей все поняли задачу давайте так и делать значит я рассказываю про каждую силу да а вы рассказываете о том как вы вообще видите риски с точки зрения вот этих факторов формирующих эту конкурентную систему я думаю что это то рисовать нужно рисовать надо или не очень не знаю не знаю если хочешь лучше тогда сыграй на гитаре или спой рисовать не надо просто фоновая музыка бы помогла да а это самое танцы что такое сильная конкуренция это когда например ваших конкурентов довольно таки много или когда ваши конкуренты примерно равны вам не сильно мельче да и там сильно крупнее то есть имеется измеримый оборот или больше давайте я буду все таки рисовать давайте я буду все таки рисовать вы ставите плюсик или бранусики многочисленные да многочисленные отлично значит минусик минусик значит негативно да плюсик значит позитивно понятно дальше ваш рынок зрелый уже прошел стадию быстрого роста плюсик дальше у нас у вас высокие постоянные издержки ну то есть например ваш бизнес я сейчас даже договорить не могу мой партнер по юмисофт владелец компании каванга да это был совладельцем от медиа от медиа входит в группу роботернест а интернет сейчас соответственно приобретен вести вот если вам не известно эти наборы букв вы понимаете о чем идет речь вот и соответственно гигантские издержки от рекорд и собственно от медиа то есть порядка сотен тысяч долларов в месяц тратил на поддержание серверной инфраструктуры потому что она обязана была обсчитывать такое невероятное количество статистики в режиме реального времени ну то есть система управления баннером в режиме реального времени тут же сбор обратной связи тут же трекинг каждого юзера и так далее тут же генерация отчетов пользователя то есть у них там терабайты в сутки информации обрабатывались да и все они сфагировались и хранились и все еще на невероятно дорогом оборудовании потому что это отказоустойчиво должна быть абсолютно то есть через них шли даже показы на морде яндекса представляете да там какая посещаемость и каждый посетитель тоже трекался и так далее поэтому по моему впечатлению у вас вот с этим вашим рекламным движком должны быть очень высокие издержки на инфраструктуру а инфраструктура это не просто сервера это еще и трафик и дата-центр и админы они все стоят не дешево если я не прав пожалуйста могу поставить плюсик но мне так не кажется мне кажется по началу одного мощного сервера один мощный сервер будет способен ну какое-то ограниченное число посетителей только удерживания и вы не сможете выжить если вы не достигаете какого-то размера а что достичь этого размера надо быть в состоянии какой-то этот размер вычислений выдерживает я так понимаю вы просто еще не прикидывали да эти все нагрузки поэтому говорите только так примерно давайте так я поставлю плюс-минус мое мнение что это однозначно минус скорее всего вы к этому тоже придете следующее низкая дифференциация продукта а дифференциация продукта означает что но если появится другой продукт вы будете из той же области вы не сможете очень сильно друг от друга отличаться скорее всего будете об одном и том же конкурировать цену да или нет то есть дифференциация продукта это означает что вот появляется конкурент и он делает все то же самое тупо копирует вас да что и вы сможете ли вы легко придумывать новые фишки чтобы отличаться от него в глазах ваших покупателей например вот часы и одежда это продукты с очень высокой дифференциацией да то есть ничего не стоит сделать дизайн часов если тот начал при погружении да немножко в другом стиле есть бизнес с очень низкой дифференциацией например проток прокат листового металла где вообще-то все трубопрокатные предприятия в мире производят одинаковые трубы понимаете одинаковые металла согласно спецификации мировых стандартов все чем они могут конкурировать это ценой и условиями поставки и личными отношениями между другом там которые решаются в бане но сам все продукты трубопрокат там на урюпинском металлургическом заводе да и на заводе где-нибудь в гондурасе абсолютно одинаковые то есть не наверно наверно низко низкие издержки на переключения что такое низкие издержки на переключения вы начали заниматься продуктом проектом и вдруг выяснилось что этот рынок мертв или его убили да и дальше нельзя заниматься я управляю пример про аукционский динамский да вот издержки на переключения означает что вот у вас есть какие-то активы какая-то команда разработчиков какой-то там движок вы что-то делали что-то потратили не начало что-то и занят и вы можете это как-то использовать для того чтобы заняться чем-то другим но например если у меня есть веб-студия у меня довольно низкие затраты на переключение перестали сайты заказывать но будут делать мультимедийные презентации представим тиминный презентации заказ мы будут наверное там дизайнерские рекламы компьютеры маки фотошоп офис на интернете то же самое есть дизайнеры есть но нам придется увольнять немножечко программистов и стать стал меньше набрать побольше верстальщиков есть но в принципе не очень высокий для включения если я построил атомную станцию оказалось в этом запретили да то я уже ничего никак не могу использовать ну подкоровник могу да под еще но в принципе деньги пропадут скорее всего этот завод то есть вряд ли ну даже если я издание сделаю дом культуры да вряд ли это будет деньги того же масштаба что были вложены в реак вытилизации да соответственно вот в вашем случае вы создадите этот движок да будете потом его продвигать потом вы поймете что бизнес нас закрыт вы сможете как-то какую-то пользу из того что у вас будет на этот момент извлечь не потеряв просто по себе думаю что нет потому что рекламные движки вот так просто на рынке не продается никто это не покупает дальше диверсифицированные конкуренты это значит что ваши конкуренты имеют кроме того бизнеса где они конкурируют еще другие бизнесы которые в случае того что если вы вступите в ценовую войну с ними да и будете работать в ноль или в минус они смогут жить себе нормально за счет того что у них есть другие бизнесы которые у вас соответственно таких нет есть у вас таких конкурентов ну тут вот не совсем понятно ведь в большом счету то что Виталик говорит сейчас скажет что есть некая фича с оплатой за звонки можно ли считать что какая фича может там все вытащить или нет нет тут вопрос то в другом не будем обходить модели смотри есть два человека которые в один и тот же момент времени приходит идея создать такую биржу paper call да ну просто разница в том что один человек вот он там собрал команду нашел там инвестора ангела сел в бизнес инкубатор там и потратив какое-то количество энергии сил выпустил продукт в это же самое время другой человек занимается тем же самым но он владелец уже интернет компанию который оборот там 5 миллионов долларов у него же своих 50 программистов все еще вот ему пришла в голову идея или кому-то из его сотрудников сделать еще и такую штуку яндекс решил такую штуку сделать бегунок решил такую штуку сделать и вот вы выходите грубо говоря на рынок не будем считать что за яндексом бегуном стоит еще куча там клиентов трафик и так далее допустим по всем остальным позициям вы в равных позициях положениях и вы начинаете бороться вдвоем за одного и того же клиента и за одну и ту же группу клиентов если у вас одинаковые более-менее продукты одни и те же клиенты и продукты не очень уникальные дифференцированные значит вы начинаете бороться ценой в том числе то есть не важно либо вы снижаете цены либо вы наращиваете затраты на рекламу в любом случае вот кто кого обычно ценовая война и так далее и вы в этом случае можете опускаться в своей рентабельности максимум до нуля потому что ниже нуля уже идет минус и вы долго в минусе прожить не сможете а он может опускаться и до нуля и до минуса потому что даже его минусы перекрываются плюсами которые дают ему другие бизнесы да например у него еще есть металлогический комбинат вот и даже не смотря на то что он более убыточен чем вы даже не смотря на то что у него может технология быть хуже вообще все хуже он готов нести убытки а вы нет поэтому рано или поздно вы уходите из рынка да они всего больше держать эти убытки и тогда он уже подымает цены и забирает эти клиенты то есть это нормальная классическая стратегия конкурентной войны которая существует на всех рынках просто если у ваших конкурентов есть дифференциация бизнес это значит что они могут вести войну на одном из фронтов да при этом издержки от этой войны покрывая доходами других фронтов соответственно всех фронтах они тоже не могут вести войну если они уже в войне на каком-то другом фронте они с вами сейчас не будут воевать по ценам за тех же клиентов но это тоже можно проанализировать да и понять так вот стартаперов тогда у всех здесь не нет есть стартаперы у которых нет дифференцированных конкурентов на момент стартапа а потом когда они появятся возможно вы сами будете уже дифференцированными бизнесменами с большим количеством пирожковых и металлических комбинат пока вы можете сказать что-то есть нет не знаю не знаю поставь вопрос ну в смысле конкретные есть есть да для вашей компании тот раз имеет стратегическое значение но это на тот случай когда вы создаете проект который уже для какой-то существующей компании и там соответственно еще одно направление еще один рынок выходит либо наоборот это направление для вас и есть ключевое вообще вот только на нем и решается судьба быть компанией или нет эта дифференциация уже с вашей стороны но для стартапов которые стартап да понятно что именно эта отрасль имеет стратегическое значение и это конечно плохо с точки зрения то есть месяц два стартапа это еще хуже если у вас а три стартапа вообще нет вот если у вас стартапы уже бизнес который приносит прибыль стабильность куда можно посадить управляющего он будет вам каждый месяц переводить прибыль а вот время занимать стартапом это хорошо а если у вас два стартапа которые только пока пожирают ваши деньги и время и силы и ничего не приносят то это очень плохо лучше займись каким-то одним вот и дальше барьеры высокий на выход с рынка это опять же очень похоже на издержки на переключение ну например во многих проектов оффлайновых вот например построили мы какой-нибудь пикалёв цементный завод да и соответственно половина населения пикалёва так или иначе работает на этом заводе и оказалось что цементный завод совершенно не рентабельный но абсолютно и самое лучшее с экономической точки зрения самое правильное вообще-то вы просто закрыть и снести на то вы его закрываете а сотрудники у завода выходят на дорогу перекрывают федеральную трассу к вам к вам приезжает путин и говорит не стоит закрывать этот завод то есть и вам приходится работать себе в убыток потому что если потому что закрыть это предприятие вы не можете вообще ну про социальные обязательства но это мог бы не только социальные обязательства не знаю запущенные энергетики атомные станции здесь плюсик здесь плюсик у вас такой проблем нет ну общая картина в общем-то надо сказать по первой силе достаточно негативная в вашем случае но ничего страшного у нас еще 4 осталось второе барьера на вход нового игрока то есть понятно что как только вы влезли на этот рынок вы тут же перестаете хотеть чтобы на этот рынок пришел еще кто-то другой давайте оценим значит насколько в вашем случае это опасно а ну да начнем наверное с этого дифференциацию продукта мы поняли что она довольно низкая да и это в данном случае уже плюс для вас приверженность или лояльность покупателя к торговым маркам вот скажите пожалуйста в вашем бизнесе опять же да это может быть пока на уровне предположения но в вашем бизнесе клиенты лояльны к бренду или им пофиг у кого покупать лишь бы цена была хорошая ну вот например все 20 с контекстной рекламы да люди говорят что у Яндекса качественный трафик у бегуна некачественный да то есть просто сила бренда очень часто даже при этом показатели код код может быть вообще одинаковые просто некая показательность того что Яндексу более лояльные люди да а бегун как то так похуже имидж имеет в вашем случае бренд имеет значение на вашем рынке я не знаю поставим вопрос на многих рынках действительно мы не знаем но просто я хочу сказать да и нет такой момент такой момент что вот и да и нет плюс-минус это пункты когда лучше в общем то все таки покопаться поглубже решить плюс или минус потому что вопрос это еще хуже чем минус минус это однозначность а вопрос мы можем проигнорировать а потом он очень жирным минусом вылетит да и все поедет на смарт вот ну то есть тут оставляем до размышления но в принципе до размышлять лучше в данном случае если лояльность к бренду существует на этом рынке то для вас человек вошедшего на этот рынок это уже плюс потому что новый рынок бренд создавать труднее еще новые технологии и дороже понимаете да на рынках часов автомобилей поисковиков есть высокая лояльность к бренду на рынке поставки туалетной бумаги воды в офисе еще что-то низкая лояльность к бренду там искусить не цена имеет значить вот какой рынок ваш это вы решаете но это важно дальше необходимо с инвестированием значительных средств ну мы тут говорим относительно каких-то вещах да понятно что интернет проекта не стоит дорого по сравнению со строительными проектами но для интернет проекта это дорогой проект или не очень не очень значит что он ошибся ошибся конечно 2 минус вы уже на рынке это плюс был раньше да а теперь значит другой конкуренцию может положить небольшие средства и войти на этот рынок это минус а для вас для человека который этот проект создал для него это плюс конечно ограниченный доступ новичка к каналам распределения ну например смотрите вот для того чтобы вам получать большой трафик в общем то да и соответственно выйти на большие обороты вам надо договориться даже не с их мастерами а с владельцами сайта с огромной посещаемостью правильно но за счет чего поднялся он разместил свой код на раблере на ленте еще где то и так далее и так очень быстро соответственно сразу получил весь трафик если вы будете с нуля договариваться с каждым вебмастером которого посещаем из сайта 200 человек в день да и при этом каждый из себя еще требует там очень много вопросов задает что там отвлекает он очень гордится своим сайтом и поэтому занимает ваше время то вы гораздо медленнее будете расти если вообще будете поэтому ключевым вопросом в вашем случае наверное является доступ к каналам распределения в данном случае то есть договориться с каким-то порталом о том что давайте мы у вас разместим нашу рекламу а у портала там посещаемость на 100 тысяч рублей и все вот соответственно у вас есть какие то такие стратегические договоренности что если какой проект будет кто то из кухняков его возьмет нет это плохо но в данном случае мы обсуждаем барьеры для входа нового игрока соответственно если новый игрок имеет таких договоренностей да то ему тоже очень долго придется наращивать трафик а понятно что рекламная сеть исключительно развивается в пропорции показов да то есть пропорции трафика на сайт посещаемости сайта для вас это плюс что нет такого медленный рост отрасли это не так рост отраслей быстрый это главное это плохо потому что отрасли которые растут медленнее туда новые игроки приходится реже там уже битва идет среди тех кто пришел гораздо раньше ну и наконец закрепившиеся в отрасли компании обладают запатентованной технологией в данном случае нет потому что кажется его движутся преимущественным доступом к источникам сырья в целом в данном случае являются как раз портала благоприятными положены то же самое в вашем случае это плюс то есть вас ощущают ну вот такой нейтральный получается плюс-минус у нас второй как раз вот как раз от этого и зависит да дальше власть или силы поставщиков по-английски bargaining power of suppliers то есть давящая власть и давящая сила поставщиков меня перевел как силы поставщиков на самом деле разные власти есть бизнесы при которых поставщик перекроет краны и у вас бизнес закончился например как мы газ на Украину ну зачем мы начнем за газ не из-за бабушек которые там жарят это самое макароны а из-за исключения из-за металлургии потому что у них основной источник экспорта это металлургическая производство металлургии все эти доменные печи жил за счет газа мы перекрыли газ у них стало все металлургическая промышленность бабушкам газа хватает украинцы все нормально поэтому по телевизору не говорят но все понятно то есть силы поставщиков это такая сила которая в общем то может вам закрыть вообще весь бизнес они могут поднять цены четыре раза вы ничего не сможете сделать вот в некоторых случаях это важно большая сила в некоторых случаях она вообще неважна абсолютно вот посмотрим на вашем примере итак у вас есть какие-то ключевые поставщики которые вот от которых собственно зависит работоспособность вашего сервиса который трудно приключать ну если мы разработчики наверное свои да в любом случае дизайнеры свои менеджеры свои начинаем дата-центры канала связи но там у нас конкуренция довольно высокая в этом случае если один поставщик как-то начнет цены задирать мы просто уходим к другому единственное что чем больше у вас становится бизнес да чем стабильно тем дороже нам обойдутся переезды все в новый офис плюс клиенты будут недовольны и так далее ну в данном случае для вас поставщики не очень сильные да если вы разместите дальше свой код на арабле или яндексе договорились с ним то они станут вашим поставщиком партнером их власть на вас будет чудовищной потому что вы для них всего лишь 11000 партнеров да маленький источник дополнительного дохода а для вас это будет основной кормить но пока этого нету в данном случае у вас поставщики вот эти костеры провайдеры и так далее не очень поэтому я вам тут ставлю жирный плюс то есть в силе поставщиков у нас все абсолютно нормально ну просто за теорию да что такое сильный поставщик который может вас прикончить это например всего несколько компаний которые могут вам оказывать вот эту услугу которая вам не уходит ну например в некоторых городах есть только один провайдер интернет для некоторых бизнес-центр есть только один провайдер интернет а еще он глушит йоту сейчас можно да и тогда что и тогда все грубо говоря вам повысит тариф на два раза а все равно затраты на переезд в новый офис и так далее они все равно пойдут еще дороже вы будете терпеть а еще когда у вашего поставщика нет товара заменить то есть вы не можете не уйти к другому его конкуренту потому что нет и нету никого товара заменить альтернативы чтобы изменить свои технологии когда вы не поставщика в принципе не являетесь интересным крупным клиентом тогда он тоже скажет ну поднимут цену уйдут такую не уйдут будет вообще платить мне все равно а когда ваш поставщик является ключевым для вашей производственной цифры мы понимаем что для интернет-компании например интернет-провайдер тот же с примера является ключевым поставщиком вот у меня когда интернет в офисе отрубается грубо говоря 50 человек сидят просто слоняются в теннис играют носу ковыряют ходят курить и так далее а я считаю по деньгам сколько стоит 1 час простой 50 высокооплачиваемых сотрудников получаются очень грустные цифры и так далее я понимаю что пару часов простое я мог бы оплатить еще одно оптового окно от еще одного права как резервы что собственно начиная делать с следующего раза вот дальше продаваемый продукт собак создали такие условия что вам уйти от них еще дорога это иногда будет юридическое условие договора начать и техническая возможность и так далее ну и когда наконец например ваши поставщики могут купить вашего конкурента и тогда им сразу пристанет быть интересным продавать по нормальному цену что-то вам такие случаи тоже бывают в данном случае а? это будет естественно не бесполезно в данном случае в данном случае мы пока не видим риска чтобы там ваши интернет-провайдеры купили другую рекламную сеть правильно? и я считаю что такого риска нет это соответственно противоположная ситуация сила покупателей как вы поняли поставщики это очень плохие люди которые мечтают только у вас выложить как можно больше денег у вас не уничтожат а покупатели то же самое остаются это тоже очень плохие люди которые хотят заплатить вам как можно меньше как можно позже тем самым в общем-то увеличить риски вашего прозорения и при этом еще что-то от вас требуют как бы вообще мир на самом деле ужасен агрессивен и так далее просто помните об этом соответственно давайте поговорим о покупателях значит ваши покупатели предположим да могут быть сконцентрированы в нескольких крупных компаниях это это риск высокий потому что они будут оказывать большое давление если каждый из покупателей допустим имеет больше двадцати процентов от вашего оборота то потеря каждого покупателя это сразу риск падение ухода минуса вашей прибыльности они это понимают и тогда соответственно начинают на вас давиться то есть выпрячивая скидки преференции отсрочки это значит вам делаться нет в вашем случае ваши покупатели могут быть такими или ориентированы на на 4 так да 4 далее поехали а когда покупатель ужасен когда то что вы ему поставляете является очень значимой частью их издержки когда вы поставляете ему что-то что ну их себестоимость очень большой кусок потому что ну на канцелярии обычно никто не экономит да а вот там как бы в расходах офиса а вот на аренде офиса там или не знаю на каких-то еще больших поставках все начинают уже душить вот если у вас покупатели которые для которых расходы на вас будут ну важной статьей расходов думаю что нет особо потому что в общем принципе даже есть бизнесы где вообще затраты на маркетинг составляет 80-90 процентов вообще себестоимости то есть сам товар стоит вот столько чтобы его продвинуть а тратится вот столько денег но в вашем случае поскольку у вас цена за результат до оплаты а результат уже автоматически означает какую-то конверсию да скорее всего это не так поэтому тут и дальше закупаем в отрасли продукт является синтетизированным и не дифференцированным то что мы говорили в прошлый раз то есть pay-per-call можно купить у вас но если с вами не договорились можно купить еще где-то предполагаем что раз вы сделаете свой проект еще кто-то сделает свой проект да и скорее всего продукты будут похожи я думаю что все-таки скорее всего согласна окей а покупатель беден получает небольшой доход самый сложный покупатель это бедный покупатель нет а вообще pay-per-call очень много пользуются компании малого бизнеса компании небольшие они на это рассчитывают да когда у вас много мелких клиентов бедных клиентов у вас нет вот этого риска зато у вас есть вот этот риск да просто больше времени я думаю что тут ну не знаю в данном случае опять же вы решаете минус плюс минус минус дальше покупатель ваш может купить вашего конкурента в прошлый раз подарить для того чтобы ваш конкурент уже дальше ему продавал это дело нет если вы помните гугл пытался купить бегун да а Раблер купил бегун вот потом гугл пытался купить бегун не одна контора они просто принадлежат нам ну как раз пример когда Раблер четыре года назад купил бегун это как раз Backward Integration покупка своего поставщика бегун же что делал он монетизировал трафик Раблера правильно то есть он приносил деньги вот соответственно они просто купили свой источник денег чтобы контролировать в вашем случае наверное не знаю а продукт покупаемого у вас не имеет большого значения для продукции или услуги покупателя ну это типа что вы звоните клиенту и говорите слушайте ну вот вы там не платите нам уже три месяца да уже как бы но заплатите или мы расстроены с вами контракт а покупатели говорят жил я без вас а люди еще будут бесконечно так далее в принципе не настолько его значимы для существования его компании вот многие малый бизнес уже не может отказаться от контекстной рекламы потому что они поняли что для них это вообще максимально эффективно да поэтому они так Яндексу не скажут и платят все вперед с предоплатой вот у вас будут такие клиенты? ну возможно да если я сам для них Яндексу то есть вы сможете вы сможете стать для них Яндексом хорошо смотрю на ваши слова ну почему нет конечно ну почему нет конечно жирный 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 плюс алё Яндекс поискать интернет запомните да запомните этот миг как родился второй Яндекс покупатель обладает полной информацией о бизнесе в вашей отрасли поясняю на примере вот например у меня есть интернет агентство да которое в том числе и разрабатывает сайты вот соответственно менеджер агентства приходит к кому-то клиенту заказчику сайта да и начинает рассказывать что вот это мы сделать можем он бесплатно а вот это уже сделать стоит столько-то денег а вот это лучше не делать потому что будем делать две недели а то все равно мало а теперь представьте себе что в компании заказчиком да менеджером занимающимся проектом вот по поводу этого сайта работает человек который раньше проработал несколько лет в другой веб-студии или в интернет-агентстве и он всю эту кухню что сколько стоит что сколько нужно времени делать и так далее знает как облупить поэтому ему поручили заниматься сайтом и вы ему пытаетесь сказать что нет вот здесь надо как бы доплатить здесь и должно так переделать он говорит слушай ну не рассказывай мне пожалуйста значит все скидка 20 процентов и ты еще останешься в прибыли 5 процентов я знаю или я предложу это кому-то другому и ты понимаешь что да ну тут если тебе выгодно согласиться согласишься да но особо моржи не получишь он на тебя давит и его давление очень сильно потому что он все знает про твою кухню вот в вашем случае есть такие клиенты нет ну да влияние товаров заменителей что такое товар заменитель это не конкурент это другой способ удовлетворять ту же самую потребность клиента например это самый самокат а сегвей является товарами заменителями для велосипедов и студентов а также роликовых кольков и наоборот понимаете да или например цифровой фотоаппарат с цифровым принтером является товаром заменителей для аппаратов которые раньше назывались полароид а сейчас просто не существует в природе потому что появились товар заменители да и эра полароид очень быстро закончилась хотя бы отличный бизнес высочай на рентальность и никаких конкурентов потому что не запатентовали технологию никого из конкурентов не пускают поэтому компания полароид победила всех конкурентов не пустила никого и в итоге умерла из-за того что появились товары заменители другой способ сделать то же самое сделать моментальную быструю фотографию бесплатные там печати и так далее вот в вашем случае что является товар заменителем или услугами заменителем другие рекламные сети не обязательно они уже существуют естественно они уже существуют причем они очень сильные согласны поэтому тут мы ставим в общем-то большой жирный минус что даже в общем-то обсуждать нечего то есть ну смотри какой красивый получился кейс в данном случае получается что у вас два из пяти соответственно групп рисков кортеровской модели в общем-то для вас позитивны два негативные и одна непонятная на самом деле не удержался на свете думать что вот здесь и что вот здесь соответственно но вообще конечно хочется выходить на те рынки где хотя бы ну три к двум да еще лучше четыре к одному плюсы тогда риски значительно низкие то есть в данном случае мы какой делаем вывод мы делаем вывод о том что вообще я бы еще очень сильно подумал все взвесил все просчитал все проанализировал то есть вот ну неоднозначно низко конкурентный бизнес неоднозначно и конечно вот там где минусы вот надо особенно сильно подумать и сосредоточиться вот на тех пунктах что перечислены разобраны понятно что сейчас мы делаем это называется качественная оценка да качественная оценка она конечно не настолько пальцем в небо как просто сказать у нас нет клиентов или у нас очень большая конкуренция но это тоже в принципе не очень точный метод оценки точный метод оценки это количество когда мы только считаем конкурентов считаем их обороты узнаем насколько можно всех источников данных считаем динамику роста компании считаем вероятность появления подобной технологии смотрим что происходит там на западе соответственно что появится у нас в будущем ну то есть конечно если вы собираетесь вкладывать свои годы жизни свои там сотни тысяч миллионов долларов кровные то я бы занялся сначала методологии в принципе я вам скажу книжку портера читать надо обязательно вот например уже собственно разобрали это все понятно следующее понятие стратегии когда вы разобрались с тем что вот портеровская модель вам сказала что в принципе этот бизнес вполне себе может быть успешным да и конкурент у вас не сразу задушат а может не задушат следующий вопрос который надо себе решить это в чем будет ваша ключевая компетенция или core компетенция ключевая компетенция это то что ваша компания ваша технология ваша команда вы сами лично умеете делать лучше всего в жизни лучше всех в мире лучше всех на рынке то чем будет всех остальных побеждать две разных компании производящих один и тот же товар да могут выжить одновременно на рынке только если у них будут разные ключевые компетенции каждый найдет какую-то свою понятно поэтому вот соответственно есть такое понятие как портфель компетенции портфель компетенции это важнее чем портфель технологии портфель проект вот для примера просто давайте возьмем высококонкуренция рынок о котором я знаю очень много это рынок разработки сайтов там на них есть четко лидер который пришел на рынок практически первым участком формировании было еще много других и до сих пор остается лидером это есть еще несколько других вот в чем ключевая компетенция которые позволяют ему его компания удерживаться на этом высоком конкурентном рынке тюмин блок тюмин блок тюмин блок дизайн яндекс бренд бренд не является ключевой компетенцией бренд является следствием ключевой компетенции тюмин тренин сфер лидер нехороший окей значит интерфейсы дизайн тюмин блок пиар еще какой был вариант дизайн управление а на скучу менеджмент денис шокин изюминка дизайн креатив да окей давайте построим по другому вот все что мы сказали да в принципе относятся ко всем его бизнесом которым он сейчас занимается отдастом книг и так далее ну а что относится ко всем как же вы получите на самом деле мы ничего не знаем а чем их менеджмент лучше чем менеджмент актиса или какой-нибудь студии по-любински там во второй сотне так ладно ну портфолио портфолио есть результат плечевой компетенции а не а не причина время время прихода на рынок ну это же тоже не плечевая компетенция ну а знаете сколько других вот дизайнеров пришло там в интернет девяносто шестом году одновременно с ним и где они сейчас и кто они сейчас и и и и и продавать продавать свой дизайн умение преподносить себя заказ все доставишь и люди готовы ну у меня такая эпутация шри и готовы распрощаться на полумиллиона долларов на сайте почему люди готовы распрощаться с такой суммой на сайте мне кажется правильная мысль прозвучала от моей силы на этом примере что главная ключевая компетенция было умение пиарить собственные результаты работы потому что есть невероятное количество людей которые также интересные прикольно пишут из водок у них учаевых маленькая есть невероятное количество дизайнеров которые так же хорошо дизайн есть невероятные люди которые также оригинально высказывают свои мысли пользуются русским языком во всех есть большое количество людей которые в принципе делают то же самое что и к его команда и даже лучше но только он один умеет это проб Хорошо вот я Jurado надеемся что вот именно у него это самое лучшее, либо он был самым первым. Поэтому ключевая компетенция в данном случае у этого человека, который формирует такой все бренд, это именно умение распиарить все, что он делает. Вот он буквально плюнул и распиарился. Да, так и не очень. Какой-то прозначок для этого рубля, сколько он написал. Да, есть некоторые вещи, которые, то, в чем я разбираюсь, по крайней мере, некоторые вещи сделаны не очень хорошо. Даже в этой команде. Но считается так, да, что это сделано очень хорошо. И наоборот, есть огромное количество людей, которые, компании, которые что-то делают хорошо, но ставят с непризнанными генеями. В общем-то. Ключевая компетенция PR в данном случае позволяет очень много. Окей, а что такое ключевая компетенция, например, производителя автомобилей БМВ? Как считаю? А? Ключевая компетенция. Там еще немного в адресной. Да нет, немного одно. Ключевая компетенция. Ключевая компетенция. Нет, конечно, нет. Надежность у БМВ. Последние 20 лет. 10 точно. Ну хорошо, а в чем ключевая компетенция производителя автомобиля Вольво? Безопасность. Безопасность. Вольво и БМВ конкурируют друг с другом за одного клиента? Нет. Понимаете, что такое ключевая компетенция, да, теперь? Это возможность находиться на рынке, где куча сильных конкурентов и при этом с ними не конкурировать. Конечно, вопрос. Почему? Вольво С90 машина того же класса, что БМВ 5 серии. Да. А Вольво С40 машина того же класса, что БМВ 3 серии. Ну ни один человек в здравом уме не стоит и не выбирает. Что же мне купить? БМВ 3 серии или Вольво С40? Даже по деньгам они покупают. Вчера мы тоже, как раз говорили, про блокбуд. Тоже инстаграмировал. Компьютер сначала в ПК вылили, потом начал сегментироваться рынок. Там, бровые блокбуды, там, так вот, сегментация рынка успешная у компании строится именно на основании ключевой компетенции. А ключевая компетенция – это определенные люди и определенные мозги, определенные технологии. Ну, определенные идеи, да? Это к тому, что пока вы не сформулируете ключевую компетенцию вашего будущего проекта, вот, в общем-то, говорить о том, что вы можете там предполагать успешность этого проекта не приходится. Потому что появляются конкуренты, они могут ничем не отличаться от вас, и тогда вы будете конкурировать за одних и тех же клиентов. Соответственно, ваша доля рынка будет становиться все меньше и меньше пропорциональным увеличением числа конкурентов. А поскольку, как мы уже поняли, в интернет-области войти на рынок с любым проектом стоит очень дешево и очень быстро, это вам не автозавод построить, да, что-то конкурировать, вольгу или БМВ. Вот. В данном случае количество конкурентов будет увеличиваться. Но если у вас есть ключевая компетенция, как в Лебеде, вот, да, например, даже в студии, когда в студии появляется в день там сотни, умирают сотни, да, они не страшны абсолютно. А какая ключевая компетенция у форта? Производится подписано. А массовое продукт? Да. Что такое массовое производство? Близко, да. Низкая себестоимость. Чем более массовое производство, тем более низкая себестоимость, чем более у вас низкая себестоимость, да, тем более вы конкурентоспособны, в случае там ценовых войн, крест и так далее, да? Вот, это замечательно. А какая, собственно, ключевая компетенция у СААБа? А, скрестная авиация. Давно разорванная, когда-то бывшая связь с авиацией. Но вы можете сравниться с продажей там СААБа, например, даже тех же Вольво, то есть компания из одной страны, в принципе. Да, у Вольво должны они быть. Вольво на что-то в раз в 20 они выше. И там, и стоимость продажи Вольво китайцам раз в 20 выше, чем стоимость продажи СААБа. Хотя начинали одинаковые, росли на нас, ноздрям, ноздрю. Просто потому что компания гораздо дороже, просто потому что она нашла себя на рынке. А СААБ, он так, понимаете, это хорошие машины, да, но с итальянским дизайном, но как BMW ездят, но при этом, ну и что? Но просто если не нравится итальянский дизайн, я Alfa Romeo возьму лучше. Да, если я не знаю, это самое, если я драйвер такой, то я лучше BMW возьму, все понятно, и дешевле будет. Отличная машина для меня обожает туда, вот сам. Самый есть своя аудитория, его есть прям очень... Ну, очень маленькая. Что? Очень маленькая. Очень маленькая. Вот в том-то все дело, да. Поэтому интеркомпания, которая уходит с рынка конкурентной борьбы, ее душит. Поэтому так вот продавать, понимаешь? Где она нашла просто свою нишу маленькую? Нет, вряд ли ее бы. Она же ее продает из-за постоянных убытков. Она убыточная. А, то есть ее уже нет. Ее есть бренд, сохранят. Бренд денег стоит. Он же, ну, легендарный бренд. Но просто компания продает за убыточностью. Ее Ford скинул, да, чтобы не иметь просто еще один минусовый актив в кризисные времена. А китайцев денег много? Они там у нее бабы хвалят. Может что-то получится. Может, китайский бренд еще. Ну, короче говоря, компания приносит убытки. Ее нельзя назвать успешной, даже если кто-то ее любит, да, и любит ее товар. Все равно это долго не продлится. Нет, давайте рассмотрим пример с ноутбуками, раз уж мы говорили. Да, вот есть три легендарных производителя. Какой второй особый игрок? Да. А, если у нас еще еще, если у нас еще средний счет. Окей, значит, в данном случае ровер, значок ровера мы ставим как производитель железа, продающийся только в России, производящийся в Китае для России, или даже частично собирающийся в России. Ну, то есть вот... Не чувствую. А в чем вообще принципиальная разница между этими тремя конкурентами? Конкурентами, производящими ноутбуки. Каждый день, да, сам менеджер Apple приходит на работу, думает, блин, как бы дать новый бой компании Ровер. Да и компания Майсер тоже. Они все конкуренты, они все производители ноутбуков, еще каких-то там живых. Ну, разные сегменты. Ровер определен вот этих двух компаний. Понятно, что разные цены, разные сегменты, понятно, но вы говорите так вот, поверхностно очень, да? С точки зрения предыдущего слайда Core Competence, что можно сказать об этих компаниях? Какая компетенция Ровера? Ценовой демпинг не может быть компетенцией. Любой дурак может сделать ценовой демпинг, пока не разорится, понимаете? Какое-то время вы продержитесь на день, пока деньги не кончатся. Они держатся довольно долго, значит, в чем ключевая компетенция? Собственно, вы умеете держаться, решите. Вот. А что это им обеспечивает? Что-то приемом, без визита. Чем они это себе обеспечивают, это умение, да? Это умение, да. Грамотными, ну, то есть, грамотными производствами, работами с поставщиками. Да, в чем, в чем, окей, отлично. В чем фишка слово грамотный? Что значит грамотный в случае? Ну, то есть, у них есть такая любительность, нужным людям отхватывать. Нет, понятно. В сравнении с хиру, который был закрылся в первых условиях. Вы сказали, что они обеспечивают свое выживание, да, на нашем рынке низкими ценами, да, за счет грамотного производства. Просто надо эту мысль довести до конца, попробуй. В чем определяется грамотность их производства в данном случае? Низкой себестоимости. Точно. Низкой себестоимости, абсолютно. Как вы думаете, стоит ли такая цель на заводах, производящих Apple? То есть, догнать по себе стоимости догнать по себе стоимости Робер. не догнать, но... Тогда в чем ключевая компетенция производителя ноутбуков Apple? Согласен с двумя ораторами, она, во-первых, написана на слайде, во-вторых, слово дизайн было произнесено, да? Дизайн в широком плане, не только внешний вид, дизайн вообще, да? Как у нас проектировано. И, наконец, в Айсер, почему компания Айсер выжила при конкурентной борьбе, при существовании таких монстров, как Apple и Робер. И тоже при этом как-то продаются в России. Если я себе страну сегодня не скажу, просто бюджетная. На мой взгляд, мы говорим все-таки у Робера, да? Или как? Айсер самая же у Робера уже не... Просто не своя мощность когда-то займай, а Робер уже... Теперь скажите, пожалуйста, если... если у компании Айсер такая же ключевая компетенция, что и у Робера, они не являются прямыми конкурентами друг друга, мы решили. Они не являются прямыми конкурентами на российском рынке? Не являются. А он не являет. Просто... Много ли вы встречали людей, которые вот стоят и выбирают между... Ну, приодинаково, да, грубая конфигурация железа купить, там, не знаю, Робер за сколько? С 12 тысяч, либо Айсер за 20 тысяч. В этом Робера... Даже больше. Робер за 12 тысяч, или Айсер за... Покажите, если бы на 15 тысяч. Да? Именно так. И Робер пришел, а Айсер будет очень... А тогда такой вопрос, почему компания Гейсер, имеющая возможность снижать себестоимость в глобальном масштабе, да, то есть по всему миру, а это значит, что экономия на... Ну, на этом масштабе, да, не сэкономит гораздо больше денег. Да? Почему она, собственно, не выбила Робер с рынка? Ну, понимаете, да, если я могу экономить рубль с тысячи, а мой конкурент может экономить по рублю при производстве, там, миллионы штук, да, то мой конкурент просто меня сделает, но только так. Вася, надо убивать. Потому что он может припаять рубль на 100 человек. Потому что, на мой взгляд, потому что Робер вышел на локальный рынок, а Айсер, как игрок глобальный, не может изменять план для одного рынка, оставляя ее такой же для других рынков. Блестяще. Тогда, значит, собственно... Резюмируем мой первый вопрос. Итак, значит, мы сначала сказали, да, что ключевая компетенция ровера низкая себестоимость, ключевая компетенция Айсера низкая себестоимость. Но сейчас, но сейчас, скажем, что ровер, ровер, еще при этом у него есть определенная фишка, которая отличает от Айсера, да, он работает на локальном рынке. Вот, все, отлично. Мы сказали все самые главные слова, теперь, собственно, красивая теория. Красивая теория заключается в том, что существует только три конкурентных стратегии на планете. Все остальные стратегии, которые существуют, убыточные, приводят к гибели компании. Есть только три стратегии, которые приводят к выживанию компании. Это, собственно, главная мысль, за что Портер стал величайшим профессором узнания живущих в области стратегии. Вот. Первая стратегия называется лидерство по издержкам или кост-лидершип. Она говорит о том, что вы создаете бизнес, нацеленный на то, чтобы научиться производить все настолько дешево, что в случае чего можно было продавать дешевле, чем конкуренты. Тогда вам конкуренты не страшны, потому что при любой ценовой войне, да, у вас будет самая лучшая финансовая картина и всегда находится большое количество клиентов, которые выбирают по принципу минимальной цены. И обычно таких клиентов, даже скажу вам, большинство, как мы страны. Это первая такая классическая стратегия. Да, пару слов о стратегии хочу сказать. Значит, пока у вас нету конкурентов на рынке, стратегии, в принципе, не обязательно. Как только у вас появляется первый конкурент, вы должны выбирать свою стратегию, чтобы отстраиваться от него. Чем больше у вас конкурентов, тем меньше шансов выжить, не выбрав стратегии и начать четко двигаться. Вот первая стратегия, она подразумевает, что она подразумевает массовое производство, потому что чем больше мы производим, тем меньше себестоимость на единицу производимой продукции. То есть, автозавод, собирающий 10 тысяч машин в месяц, не может держать такую себестоимость на одну машину, как автозавод, производящий миллион автомашин. Потому что оптом все закупает, потому что экономия на масштабе, так называемые, экономические. Вот. И чем еще хороша это лидерство по издержкам? Оно хорошо то, что этот бизнес может быть только когда вы большой. А больших игроков много быть не может вообще. Поэтому чем ниже издержки, тем больше масштаба производства, тем меньше вероятность, что появится новый игрок, равный полу. Поэтому есть компании, которые доживают до какого-то большого, к масштабу гигантской корпорации, производят что-то много, их уже ничем оттуда не сбить. Они там уже закрепились, потому что дорасти до их масштаба уже очень трудно. И еще чем хороши товары и услуги с низкой ценой и низкой издержкой? Тем, что они снижают риски появления товаров-заменителей. Например, пока Polaroid, если бы Polaroid стоил, там, не знаю, 20 долларов, а первые цифровые камеры с цифровыми цветными принтерами стоили 2000 долларов, они не являлись товарными-заменителями для Polaroid. Собственно, Polaroid умер только тогда, когда цены примерно сравнялись, стали одного порядка. Ну да, там, цифровая камера стоила в два раза дороже, в три раза дороже, но люди все равно стали покупать вместо Polaroid. Понимаете, да? Если бы вы могли производить Polaroid с ценой в 10 баксов и при этом еще иметь с них прибыль, я абсолютно уверен, что Polaroid продавались вовсю до сих пор. Поэтому эта стратегия, да, это вот постоянное улучшение технологии для того, чтобы еще больше снижать издержки, она, в общем-то, очень живучая. То есть, производитель самого дешевого кефира, самых дешевых компьютеров, если он при этом умеет продавать дешево, при этом оставаться в прибыли, да, а не в нуле, не в минусе, он очень живучий игрок на рынке. Его ничем не собьешь никакими рисками. Ухудшится экономическая ситуация, а он все равно будет продавать дешевле. У конкурентов перестанут покупать, значит, покупающие у него больше дешевле, да, а когда начнут покупать у него еще больше, он еще больше закупит оборудование, наймет еще более дешевые рабочие силы, подешевешь, закрыться, еще больше прибыли получит. За счет этого, как бы, Китай показал в 2009 году, если вы знаете, да, темпы роста плюс там что-то 7% в европе. Невероятный темп роста в время как вся основная мировая экономика рушилась. Да потому что, когда все стали резко беднеть из-за кризиса, все еще больше стали давать припочтение дешевым китайским товарам, вот, надо уметь, если у вас есть такая ключевая компетенция, надо и воспользоваться, надо уметь продавать много и дешевых. Следующая ключевая компетенция называется, прошу пообщем, следующая конкурентная стратегия, называется дифференциация. Вспоминаем, какой премьер ноутбуков? Apple, совершенно верно. Абсолютно другая стратегия, абсолютно противоположная предыдущему. Она говорит о том, что мы в какой-то определенной области, вот наш товар, наш услугу, там, наша команда, абсолютно уникальны на рынке. Нет другой такой компании, которая может делать то же самое, что делаем мы так же. Все такие серенькие, а мы вот такие, и так далее. и если то, что вы делаете, действительно в чем-то уникальном и находит интерес и спрос у потенциальных потребителей, то эти потребители готовы вам платить дороже, чем это стоит в среднем по рынку. Именно по этой причине, да, железо Apple в два, иногда в три раза может быть дороже, да, чем железо RoverBook при тех же самых возможностях и так далее. То есть, грубо говоря, лояльность к этой уникальной фиче, формируемой у определенного сегмента аудитории, позволяет вам брать очень жирную маржу. Это автоматически означает, что лояльных вам клиентов, конечно, будет сильно меньше, чем, нежели бы были низкие ценовые сегменты, да, но у них будет некое ощущение избранности, элитности, особенностей, им просто будет нравиться то, что вы делаете, они будут вам платить сильно дороже, поэтому в общем случае по объему денег, которые вы будете получать, вы будете зарабатывать тоже достаточно много. Самая сложная проблема в стратегии дифференциации заключается в чем? Выбор в обществе. Выбор в обществе. Сделать готовность точно. Самое трудное это, собственно, понять, а в чем мы можем быть уникальны, чтобы это нравилось людям. На самом деле, миллионы производителей пытаются что-то такое сделать, потому что дифференциация это очень крутая, но они просто не могут это придумывать, им ничего не остается, набирать хороших менеджеров, автоматизировать производство, идти в массовый сегмент рынка производства, да, и это самое, зарабатывать именно на предыдущей технологии, бороться за долю рынка. Вот компании, которые выбрали дифференциацию, им кофит на долю рынка, им важна только высокая маржа и высокая прибыль, она у них есть. Собственно, на рынке разработки студии Лебедева это дифференциация чистой ваты, согласитесь, да? На каждом рынке вы найдете, в каждой услуге вы найдете своих вот таких вот игроков. Очень часто компании, которые имеют эффект дифференциации, еще при этом имеют очень нихреновый объем рынка и по количеству. Это когда маржа не настолько высока, а чувствительность к их уникальной услуге очень высока. Apple был вообще в нише вот такой дифференциации небольшой компании, пока не выпустил iPod и iPhone, после этого вылез на массовом рынке, но он удавился остаться при этом дифференциированный. Они не думают о снижении резкой себестоимости, потому что у них маржа огроменна, но при этом это большая компания. Вообще, это редкий случай. Обычно дифференциированные компании меньше, чем массовые. Но Apple вообще в плане исключения. Значит, если вы нашли свою уникальную фишку, то и есть возможность ее защитить от копирования, от воровства и так далее, то в принципе угроза товаровзаменителей тоже резко снижается. Угроза прихода нового игрока, который будет с вами конкурировать, тоже резко снижается. Потому что количество людей и гораздо меньше, чем количество людей. И наконец, лояльность это очень хорошая штука. То есть вот у вас есть какая-то фишка и у вас есть люди, которые лояльны. Например, вот автомобили или Вольвы, или автомобили Сауа. Есть люди, которые всю свою жизнь поменяли пять машин и все эти машины были машины одной марки. Вот, потому что вот есть вот в этой марке какая-то штука, иногда она даже не физическая, не техническая. да? Вот их прет. И они, грубо говоря, настолько лояльны, что им все равно заботятся. Но мне есть товарищ, который фанат BMW, из его слов, который все время ломается, все время ломается, но все в сервисе есть на подменных машинах, я говорю, что ты собственно покупаешь? А я люблю японцев, потому что они не ломаются, понимаете? Потому что они такие морстивные, но не ломаются. Я не говорю, слушай, ну что ты есть на такой машине? Он говорит, ну, я согласен, вы плохие машины, но просто других нет. Других машин нет. То есть это эссенция лояльности пластмарка? В данном случае вот относительно машин я спокойно у меня было очень много марок, а вот относительно ноутбуков я реально честно скажу, я три года назад пришел на мак, я никогда в жизни не перейду на PC. Никогда. Я не фанат, потому что у меня есть абсолютно рациональные причины, почему не перейду на PC, потому что я знаю, что я очень сильно экономлю свое рабочее время, делаю определенные задачи на маке гораздо быстрее, чем я мог бы делать на PC даже после выхода Windows 7. А до выхода Windows 7 это вообще должно быть. И вот эта лояльность, мне все равно, что мак повысит он цены, я все равно следующий компьютер в плюмах, никуда не денусь. Не нравится мне это, конечно, я знаю, что в Штатах дешевле, ну хорошо, буду искать где подешевле, я знаю, что я все равно в плюмах, никто ничего лучше пока не придумал, понимаете, крайне для меня, для определенных моих бизнес-задач. Третья стратегия называется фокус или ниша. Она говорит о том, что в принципе если вам не удалось достичь возможности производить дешевле всех, при этом оставаться в прибыли, если вы думали, думали, но так и не придумали, что бы у вас такое могло быть уникально, что дело у вас единственное в мире, вы можете сфокусироваться на какой-то определенном узком сегменте, который недостаточно удовлетворен услугами глобальных компаний. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, глобальные компании, глобальные бренды, глобальные сервисы, глобальные продукты, их в принципе не очень интересуют нужды каких-то конкретных людей. Всех будут, да, их интересует вот такой среднестатистический. Вот мы сами, например, как химисофт, мы глобальные продукты, я это могу на своем примере сказать. Вот к нам значит, постоянно приходят какие-то пожелания к продукту, функционалу. Вот здесь вот это сделайте, вот это переделать, вот это неудобно, а мне не хватает этого мотова и так далее. Мы реагируем только на те пожелания, которые исчисляются десятками и сотнями. Иногда приходит очень крупный проект, очень какой-то хороший проект, хороший партнер говорит, мне нужно сделать такую штуку, а больше эту штуку сделать в общем-то особо никому не нужно, там 10 человек. Он говорит, сделайте мне эту штуку, я вам заплачу и готов заплатить нормальный день. Но поскольку мы компания, ориентированная на массовое производство и на, грубо говоря, на весь рынок РФ, нам невыгодно даже за деньги тратить ресурсы разработчиков достаточно дорогие и ценные, и дефицитные, на то, что сделать фичу, которая нужна только очень не широкая группа аудитории. То есть то же самое на рынке CMS, поэтому появляются какие-то нишевые CMS, какие-то CMS-ки только для продажи цифрового контента, какие-то там вот ниши CMS-ки только для социальных сетей, еще чего-то. И вот они сосредоточены на них, но зато, когда встает вопрос, а я вот хочу сделать вот такой проект, вариантов выбора нет. Есть только одна штука, один продукт, который полностью этому удовлетворяет. И есть много продуктов, которые не полностью это удовлетворяет, и поэтому выбор очевиден. Вот это называется ниша. Долгое время производители, я вот как музыкант могу сказать, долгое время производители, до 70-х годов производители электромузыкальных инструментов, гитары, бак-гитар, делали инструменты только для правшей. В конце концов, в Лево Фендер появились там этот самый, как его звали? Джимми Хендрикс, да. Появился Джимми Хендрикс там на перевернутом, играл в страте, потом еще кто-то появился из великих. Ну, наконец, до них доперло, грубо говоря, что музыканты мучаются, выпустили лево-руки гитары. Но лево-рука гитары продавалась в два раза дороже, чем право-рука. Поскольку себестоимость лево-рука гитары и право-рука абсолютно одинаковая, да, то лево-руки гитары продавались, конечно, в меньшем количестве, но зато с гораздо более высокой рентабельностью. Это ниша. То есть могла появиться компания, ну, я условно говорю, да, которая производила и появляется компания, которая производит только товары для левшей. Товар для левшей стоит дороже, чем просто товар. Но за счет того, что левши, грубо говоря, настолько счастливы, что наконец-то можно нормально пользоваться этим товаром, они готовы бы платить больше. Да, ну, есть такая категория вещей, которая реально очень сильно заставляет страдать левшей. Рогер-букли левшей. Тоже вариант, кнопка Enter слева, да? Ну а что, кстати, если кто-то был в Израиле, видели, что они пишут справа налево. Вот так же, как-то арабы. Там же тоже очень смешно все. Есть клавиатура, которая, соответственно, имеет и слева Enter, потому что пишешь вот так, психологически нажать там. Изображение не зеркально. Там очень много, там можно переключаться между языками. Переключился английский, пишешь слева направо. Пишелый еврейец, тоже пишешь справа налево. В одном и том же тексте идет. Вот. Ниши, они хороши тем, что в каждой нише конкуренция слабее. Поскольку в нише всегда рынок меньшего масштаба, но у нас же нет задачи вообще захватить весь рынок, да, и мировое господство таких компаний вообще крайне редко. Наша задача иметь достаточно большой, большую прибыль и большой рентабельность, правильно? Какой бизнес. Соответственно, иногда в нише, которая сама по себе небольшая, очень мало конкурентов, вы можете, в общем, в абсолютных показателях занять гораздо большую долю, иметь гораздо большие продажи, чем ежели бы конкурировали с большим количеством конкурентов на глобальном рынке. Понятно? То есть, грубо говоря, если вы хотите производить гитару, вам придется на глобальном рынке, да, сосредоточиться там на конкуренции с гипсоном и с фендером, что, в общем-то, невозможно. Да, ну и так далее. В общем, крупная компания. А если вы сосредоточились на балалайках, да, то в России у вас есть рынок сбыта, где гипсоном и фендером вам, в общем-то, не страшны. Они этим рынком не интересуются, абсолютно. Соответственно, возвращаясь к предыдущему примеру, да, понятно, в чем разница конкурентных стратегий этих трех компаний, почему они все живы и все не конкурируют друг с другом жестко. Потому что это совершенно четко ниша, только Россия. Вот попробуй они выйти на рынок Азии, да, с ассером по конкурироваться или с ассусом на мировой, и ничего там не получится. У них возрастут издержки вот так вот на офисы, на сотрудников и так далее. И они тут же сдохнут. А в России у них есть определенное, грубо говоря, преимущество, которое позволяет им быть же неспособными даже на фоне глобального ассера. А ассер за счет своего массового гигантского производства вполне себе способен нести издержки присутствия в каждой стране, русификации, там, белорусификации и так далее. Типа он скажет, дорогие, дорогие. А Apple вообще все равно. Он создает настолько уникальные продукты и так их хорошо патентует, да, что повторить их невозможно, по крайней мере, ни у кого не получается, либо нельзя. И всегда находятся люди, типа я, которые это путают. И не яден, как я вижу, да? Есть еще уникальные фирмы, которые производят. Есть много уникальных фирм. Вообще фирма, которая много лет живет и не разорилась, значит, она в чем-то уникальна. Иначе просто невозможно. А по поводу пива теперь, вот, бабочка, какая стратегия? Пиво абсолютно, да? Но зато очень дешево, понимаете, в совершенстве. Средственно, продажи они стимулируют за счет того, что маржа позволяет складывать больше рекламы, на счет роста. Тинькофф, как пиво, уже умерло, но когда этот слайд рисовал, оно еще продавалось. Но почему у тебя пиво Тинькофф резко взлетело в свое время? Влетело невероятно просто совершенно. Для какой смысласти? Просто в стране сформировался средний класс, который не хотел пить Балтику, а хорошее пиво продавалось далеко не везде в России. Практически тот момент вообще не продавалось. Они ходили и вообще не знали, что им делать. А то там выкатили дорогой, качественный, вкусный. Да еще когда ты пьешь пиво Тинькофф, который там в 3-4 раза дороже, ты идешь с ним по улице, но ты чувствуешь, что ты не зря родился, ты необычный человек. А в городе Прага есть пиво Браник. Штука пиво Браник заключается в том, что оно сроком хранения 4 часа или 5 часов, свежайшее, вкуснейшее. И продается только в районе Браник. Маленький район в центре города. Соответственно, за пределами района Браник купить пиво Браник просто невозможно. Зато если ты любишь это пиво, а его трудно не полюбить, не попробовать, тогда ты специально пойдешь в бар этого района. Да, и магазин этого района и так далее. Да, и ради этого, может, через весь город поедешь или даже там, не знаю, специально в Прагу перейдешь. То есть, понимаете, на глобальном рынке они не могли бы сохранить уникальность своего пива. Ну, просто технологические причины в данном случае. Они бы сделали пастеризованным, использовался, испортил себе вкус, стал бы обычным глобальным брендом, да, пивной. Зато вот они нашли свою нишу. Ниша уникальная, например, существует уже там столетия и так далее, имеет постоянно своих пастителей. И стоит, естественно, дороже, чем обычная... Пиво, ну, обычных федеральных брендов. Ну, на рынке продвижения тоже понятно, да, есть куча примеров. Да, у нас еще нет смысла об этом говорить. Ну, и последний слайд, тоже надо пояснить. Значит, выбор стратегии... Ну, вот мы назвали три стратегии, да? Выбор стратегии определяется, в общем-то, вашими возможностями и вашими желаниями. Иногда ваши возможности говорят только об одной стратегии. Чаще всего стартапы... Что? Немножко реже, что? Да, когда еще гениальные идеи пришли в голову. Наказать гениальными. И, наконец, наиболее трудная стратегия, это... Лидерство по издержкам, да, простите, держишь. Ну, вот, в принципе, вот, если говорить о стратегической цели, допустим, у вас есть ресурсы на то, чтобы любую стратегию выбрать, да, и хоть большой завод построить, хоть самых гениальных сотрудников нанять и так далее. Там все зависит от ваших целей. Если вы хотите работать во все отрасли, то у вас, в принципе, остаются только две стратегии на логике. Ну, то есть, на глобальном рынке, да, правильно? То это дифференциация или это ведерство. То есть, меньше вам, в общем-то, нравится. А если, допустим, продукт уникальный для покупателей, то же время у них не связь с бестеремостью как-то, 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 как-то. То есть, здесь можно сделать продукт дешевый, абсолютно уникальный, который никто не может повторить? Дим, нельзя просто дешевый искать. Ладно. Пример? Ну, не знаю, это Друпал какой-нибудь. Ну, это Друпал дешевый. А кто покупает Друпал вообще? Ну, нет, ну, какие-то системы, которые все время там разрабатывают заставки, чтобы у них получать низкие звезды. Ну, просто, ну, дай мне хоть один пример. Возможно, ты вписываешь новую главу, ты, сказать, 30-летнее исследование Майкла Портера. Портер ошибался. Портер, ну, бля, он не прав. Ну, потому что, рано или поздно, все равно придется определиться, даже если какое-то время там балансировать, потом поймешь, что выгоднее садить на... Нет, ну, есть компании, которые просто, возьмем, ну, не знаю, Sony, например, там, Samsung, да, которые, в конце концов, разделяют линейку, разделяют даже бренды. Nissan, то для того, чтобы выйти в этот сегмент рынка, да, и продавать сильно дороже, он создал Infinity, понимаете, да, а Toyota, я взяла Lexus. В принципе, там используются те же самые платформы и так далее, но реально они другие, да, более ли, но это разделение брендов и, соответственно, разделение не будет. То есть, Lexus, в общем-то, это отдельные руководители, отдельный менеджер, это, по сути, отдельная команда, просто в рамках и на уходах. Одновременно выгнули. Вот эти, вот эти дверки, они противоречат друг другу внутренне. Если мы создаем что-то уникальное, почему мы должны продавать продешевую? Есть, за любое уникальное вообще можно брать дополнительные слитки. Она же не задача продавать новую, у нас есть задача зарабатывать новую, правильно? Иногда продавая мало, но дорого, это зарабатывать больше, чем продавая много надежды, при этом геморроя еще меньше. Поэтому, если у вас есть уникальность, у вас нет никакой задачи бороться с ценовыми войнами, с конкурентами. А если вы продаете, а что такое уникальность? Уникальность – это огромные инвестиции. Ну, то есть, чтобы создать что-то уникальное, нужно положить огромное количество денег, невероятный палантливых людей на IT и так далее. Это очень дорого стоит, еще не повезти должно. Поэтому, если вы можете продавать дешево, для фига вам нужно придумать что-то уникальное. Клепайте себе и клепайте, все равно кто-то будет покупать. Ну, вот если у вас хлебобулочный комбинат, всю жизнь люди будут жрать хлеб, грубо говоря. Рецептура хлеба уже давно разработана. Ну, зачем что-то делать? Ну, специальный хлеб в крахмлении. Картонный хлеб в крахмлении – тут же динфляциация. Его покупать мало нужно, потому что большинство людей будут покупать обычный хлеб, все равно 90%. Да, понятно, иначе там… Конечно, конечно, в этом дело. Не было успешного примера рационально-одновременно использования двух стратегий. Также не было успешного примера успешной компании, которая работала по какой-то стратегии отлично от этих трех. Все остальные стратегии, как доказала теория портера, абсолютно не жизнеспособны. Хотя могут выглядеть очень красиво. Вот, соответственно, как я говорил, стратегическая цель, да, если у вас глобальный продукт, глобальный сервис и так далее, то вам остается только две стратегии. Если, в принципе, вам достаточно нишевых каких-то амбиций, да, либо сама по себе идея вашего продукта достаточно нишевых, то у вас, в принципе, есть только одна стратегия на выбор. Либо вы ее выбираете, либо вы ее вообще не работаете. Соответственно, если говорить о себестоимости, вот тут, вот, собственно, ниша, да, или фокус, она может иметь как сегмент низкой себестоимости аналогично прайс-сидержит, так и сегмент высокой себестоимости. То есть, в данном случае, вот, ценовая линейка у нишевых продуктов, у фокусов, может быть, какая у вас. Это может быть и производство элитных каких-то товаров, это может быть производство каких-то массовых товаров. Нишевость, она в другом, в том, что количество покупателей, в принципе, ограничено. Ограничено размерами ниши. Вот, есть еще куча неправильных стратегий, там, если бы, ну, не буду говорить, если бы вы были представителем там только одних каких-то, среди, товар студий или софтан, могли бы это обсудить, но сейчас, я думаю, это не надо, потому что у всех разные проекты. Собственно, все, что хотел рассказать, на сегодня рассказал, если есть какие-то вопросы, отвечу с удовольствием.